Итак, дамы и господа, хочу вам сказать, что сегодня был довольно важный день в жизни Донецкой Народной Республики. Информационным поводом последнего времени основным стала чудовищная трагедия. В этом году падение пассажирского самолета гибли практически 300 ни в чем не повинных людей, ставших жертвами необъявленной войны, которую киевская власть, нынешняя Украина ведет против народа Донбасса, против Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В этой войне погибли уже, по нашим данным, тысячи людей. Ни одна тысяча людей погибла в ходе этой необъявленной войны. Но вот произошло событие, которое повлекло за собой еще, которое унесло еще 300 человеческих жизней. Естественно, украинская сторона пытается обвинить нас в том, что мы совершили это преступление. Я еще раз заявляю, это наглая ложь и клевета. Это часть той информационной войны, которую ведет против нас нынешняя Украина. Мы не имели ни технических возможностей сбить этот самолет, мы не имели, самое главное, никакого мотива, мы не получили от этого, не получаем никакой выгоды от этой человеческой трагедии. Напротив, наши противники, украинская сторона, имели и технические возможности этот самолет сбить. Имение мотива и мотива для выгоды, которую они могли извлекать из этой трагедии, она очевидна. Но я не на этом сейчас хочу остановиться. Мы давно, с самого начала, с самого момента этого, этой чудовищной катастрофы, призывали к объективному и полноценному расследованию. Мы не дали долг. Первыми приехали представители ОБСЕ. Они появились на месте трагедии спустя сутки после того, как она произошла. Они предлагали нам сохранить место трагедии в неприкосновенности, не принадлежать тела погибших. Однако, движимые человеческими чувствами, обычными, простыми человеческими чувствами, понимая, что чувствуют родственники и близкие погибших, мы буквально уже после прошествия двух суток стали убирать тела погибших и все равно ждать экспертов, которые могут приехать и работать на месте катастрофы. Мы знали, что в Киеве находятся уже к тому времени более 80 экспертов, которые готовы приехать сюда. Однако мы понимали, что киевская сторона, украинская сторона, крайне не заинтересована к тому, чтобы было проведено объективное расследование этой самой, чтобы было проведено расследование с участием международных экспертов, чтобы истина была обнаружена. Мы понимали, что украинская сторона, мешая экспертам приехать сюда, запугивая. Однако, все же нашлись храбрые и честные люди, которые, несмотря на то, что украинская сторона никак не помогала, а скорее, мешала им, тем не менее, появились у нас в Донецке, в Донецком народном республике. Сегодня к нам прибыла группа голландских, ну, скажем так, медиков, специалистов по работе с телами погибших, состоящих из трех человек, и группа экспертов из Малайзии, по главе с полковником Сангер. Эта группа состоит из 12 человек, и группа голландских экспертов сегодня уже работала с телами погибших в городе Торезия. И группа экспертов из Малайзии также выезжала на место событий, хотя, к сожалению, на место событий не сумела попасть сегодня, потому что существовала угроза удара по группе со стороны авиации противника. И поэтому было принято решение отложить эту поездку на иной срок. Нам сказать, что с тех пор, как мы начали собирать тела погибших, собирать железнодорожные реприжераторы, пять железнодорожных реприжераторов, миссию ОБСЕ и Киркская сторона, которая вступает с нами в видеоконсультации, конкретно вступила в видеоконсультации с представителями нашего правительства Андреем Бургеновым, всячески торопит нас с тем, чтобы мы как можно скорее отправили тела погибших в Харьков, ради того, чтобы там можно было опознавать, работать с ними, отправлять далее, прежде всего отправить их далее, в Нидерланды, для того, чтобы уже там происходили все необходимые процедуры. Итак, на сегодняшний день в реприжераторе загружены тела 282 погибших, и, если я не ошибаюсь, 87, извините за жесткость выражения других останков. Эти вагоны опечатаны, поезд со станками погибших на данный момент находится на территории Донецка, на железнодорожном вокзале Донецка, и готов к отправке в Харьков. С управленской стороной мы об этом договорились. Но мы, естественно, не хотели и не хотим передавать эти тела, которые сами по себе могут служить уликами для них в Харьковской стороне, безоглядно передавать их в Харьковской стороне. И мы рады, что представители ОБСЕ, а также представители экспертных групп от Малайзии, и, соответственно, эксперты из Галайзии согласились, что они будут сопровождать этот поезд и доедут вместе с этим поездом, на этом поезде доедут до Харькова, где уже будут тела перегружены и отправлены в Ниндерланды. Для дальнейшего обследования всех остальных, процедурных последующего захоронения или в Ниндерландах, или в иных странах, в иных местах, в зависимости от того, где находится родина погибшего. Есть и второй аспект проблемы с самолетом. Он заключается в следующем. Нами в ходе обследования места этой катастрофы были обнаружены технические обломки самолета, которые мы практически с очень высокой степенью уверенности считаем черными ящиками. Очевидно, что эти обломки самолета, их анализы и исследования могут пролить свет на то, как действительно произошла эта чудовищная катастрофа, как действительно произошло это преступление, и кто в действительности в нем виновен. Поэтому у нас было принято решение не ждать, когда к нам приедут остальные эксперты, которые то ли приедут к нам, то ли не приедут, и когда они будут, пока нам неизвестно. А передать эти условные пока для нас, потому что у нас среди представителей ДНР нет авиационных экспертов, так вот, передать эти черные ящики в руки малазийской стороны, в руки малазийских экспертов. Сейчас мы произведем процедуру передачи этих черных ящиков, и представители ДНР, и представители Малайзии, и представители Донецкой Народной Республики, заместитель генерального прокурора Донецкой Народной Республики, подпишут соответствующие протоколы о передаче. Хочу вам сказать, что в эти протоколы вынесена позиция о том, что Малайзия не просто забирает эти черные ящики, но обязуются предоставить для совместного обследования, для совместной экспертизы специалистам и КАО, то есть профессионалам международного класса по исследованию причин авиационных катастроф. Это обязательство зафиксировано в том документе, который сейчас должен быть подписан между Малайзией и Донецкой Народной Республикой. Хочу вам сказать, что наша договоренность возникла не в последнюю очередь в результате сегодняшнего телефонного разговора между мной и премьером Малайзии. Мы об этом договорились, и мы наши обязательства будем выполнять. И еще я хочу сказать следующее. Нами, Донецкой Народной Республикой, для того, чтобы место этой аварии сохранялось бы максимальной неприкосновенности, и для того, чтобы эксперты, которые, мы надеемся, еще будут приезжать к нам и будут работать на месте аварии, потому что нами еще пока не обнаружены тела 16 погибших, потому что на месте аварии еще лежит огромное количество разного рода обломок, самолета, исследований, которые помогут пролить свет на причины этой катастрофы. Нами объявляется, уже оно действует, прекращение огня в одностороннем порядке. Еще раз подчеркиваю, одностороннее прекращение огня в 10-километровой зоне, в районе аварии. Мы, конечно, надеемся на то, что реакция противниками, нашего противника, киевской стороны, нынешней Украины, в этом случае будет адекватной, и что они также не будут вести боевые действия и стрелять в этом районе. И позволим экспертам, как нашим экспертам, так и международным экспертам, всем тем, кто сюда приедет для исследования причины этой катастрофы, для того, чтобы найти и опознать тела всех погибших. Так вот, мы надеемся, что они не будут стрелять в этом районе и не будут мешать работе всех экспертов. Ну а сейчас, собственно, вы увидите процедуру передачи черных ящиков по лазийской стороне. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы сделали все для того, чтобы очистить тела погибших с максимальной степенью уважения. Мы сделали все, чтобы не нарушить традиции ислама, которые исповедовали многие исповедующие. Мы надеемся, что все были в черные ящики. И я прошу представителей протокола и еще дубочайшим соболезнованием всем всем безвестным богичам. Прошу вас, господи. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока мы разблюдаем, как происходит процесс передачи собственности Малайзии, возвращения до собственности собственного представителя Малайзии, я хотел бы еще раз выразить глубочайшую признательность всем экспертам, как голландским, так и представителям Малайзии, тем, кто сюда доехал, и высказать уважение к этому ужасу. Потому что, например, малайзийские эксперты сюда приехали без всякого собакониста, всем имурованным сообществом, истину относительно причин гибели этой службы, гибели людей, которые... Я хочу предоставить слово представителям Малайзии, исполинам полковым Дусандуем. Найкробно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Я хочу поговорить очень много. На behalf of the government of Malaysia, я бы хотел бы подразумевать нашу сиренную аппетитацию нашу сиренную аппетитацию к его превосходительству, господин Мородай, за дать нам возможность и принять нашу сиренную аппетитацию для его привозить два сиренную аппетитацию на Малейссер. Нашу сиренную аппетитацию к Великой Бородай для твое сиренную аппетитацию Мы хотим удовлетворяться, потому что это правительство Малейсии. Еще раз хотелось бы очень благодарить его, господин Бородаев, за то, что дает нам удовлетворение. Спасибо большое. Мы садим наши команды, чтобы идти к Санкт-Петербурге. Это было бы следовало, что мы садили к Санкт-Петербурге. Мы благодарны за его сопротивление. Сколько команды вы садили? Я не уверен, потому что много команды были сделаны. И, конечно, наша основная задача, первая задача, чтобы его тело отправить в Амстердам. Наша главная задача, первая задача, первая задача, вторая задача. Переправка черных. Мистер Бородай, когда вы разговаривали с мистером Путин? 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 Мистер Бородай, когда вы разговаривали с мистером Путин?